В Сочи открылась российско-германская конференция молодых лидеров. Представители двух стран возложили венки к мемориалу павших Великой Отечественной. Сегодня на контроле в Сочи 30 самоволок. Дополнительные меры борьбы с такими застройщиками обсудили на межведомственном совещании. Рейсовые автобусы вышли на трассу с Сочи-автодрома. Там прошло краевое соревнование за звание лучшего водителя года. В Сочи открылась 9-я российско-германская конференция молодых лидеров. На курорте собрались 300 профессионалов из Германии и России в возрасте от 25 до 40 лет. Это успешные предприниматели, молодые депутаты, ученые, журналисты и деятели искусства. Молодые лидеры в течение трех дней обсудят современное состояние международных отношений и энергетической политики, электронное правительство и образование. Но до начала работы немецкая делегация во главе с председателем конференции герцогом Кристофом Альденбургским возложила венки к памятнику бойцам, погибшим в Великой Отечественной войне. На сегодняшний день эта конференция – крупнейшая платформа для развития диалога между Россией и Германией. И не допускать новых международных конфликтов – это в том числе задача молодых лидеров, убеждены участники конференции. Важно молодым поколениям и помнить подвиги предков, подчеркнул герцог Кристоф Альденбургский. Поэтому в первую очередь они решили почтить память погибших солдат в Великой Отечественной войне. Делегация возложила цветы и венки к вечному огню. В Германию и Россию связывают особые тесные отношения, и наше совместное прошлое, и этот монумент, возле которого мы стоим, – это напоминание о подних из этих событий. В этом году российская германская конференция проходит под патронажем губернатора Краснодарского края. Активное участие в мероприятии примут члены Союза молодежи Кубани. Самое главное – это отстаивание молодежной точки зрения, несмотря на глобальную политическую повестку. Недавнешний фестиваль молодежи и студентов в городе Сочи показал, что молодежь – не политики. Мы, прежде всего, хотим дружить, общаться между собой, обмениваться опытом, обмениваться лучшими практиками в той или иной области, ну и уже в дальнейшем выстраивать дипломатические и деловые отношения и контакты. В программе конференции «Знакомство с историей культуры региона» молодые лидеры Германии ближе познакомятся с Сочи с возможностями развития территории для дальнейших совместных проектов. По словам организаторов, это также станет значительным шагом в укреплении российско-германских отношений. Сам герцог Альденбургский на курорте гость частый и возможность побывать в Сочи считает большим везением. Мне очень повезло, потому что за последние 2-3 года я очень часто бывал в Сочи, регулярно посещаю этот город, и впечатления всегда прекрасные. Меня восхищает это уникальное сочетание природы, это тропический климат с одной стороны, море и горы. И я очень рад, что сейчас я вижу так много немецких гостей здесь, молодых лидеров в этом прекрасном месте. С 2009 года российско-германская конференция молодых лидеров проходит ежегодно, и ее главная миссия – выстраивание открытого диалога между молодежью двух стран с целью сотрудничества, мира и стабильности. Центральным событием форума стало пленарное заседание. Участие в нем приняли глава региона Вениамин Кондратьев, бизнес-омбудсмен Борис Титова, герцог Кристоф Альденбургский. На встрече поднимали вопросы о развитии предпринимательства, политики, обсуждали новаторские идеи в различных отраслях. По словам губернатора края, от того, какую позицию сегодня займет молодежь, зависит дальнейшее развитие не только Кубани, но и всей страны. Принцип быть первым среди равных, он, наверное, очень сегодня востребован обществом и России, и Германии. Миру нужны новаторы, смелые люди, которые хотят, может быть, изменить мир, безусловно, но не поставить его с ног на голову. И это, наверное, самое главное, что должно отличать сегодняшнего современного молодого политика или бизнесмена – ответственность. Огромная ответственность на его плечах за будущее. Только эволюционный путь с сохранением стабильности, экономической стабильности и политической стабильности, он позволяет двигаться вперед. Это уже девятая по счету российско-германская конференция. В этом году она проходит под патронажем главы Краснодарского края. Традиционное участие в ней принимает более 300 молодых людей из обеих стран. Хочу поблагодарить хозяина форума, губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева за поддержку и большую помощь в организации нашего мероприятия. Олимпиада сделала город популярным во всем мире, и нам приятно проводить здесь свою конференцию. За время работы конференции пройдет ряд дискуссий и круглых столов. На них планируется обсудить различные вопросы, в том числе затронут международные отношения, энергетическую политику, а также поднимут темы образования и электронного правительства. На время проведения мирового первенства по футболу на Кубани усилят меры безопасности. Это поручение президента России. Особое внимание направлено на транспортную инфраструктуру и отели с гостиницами. Также в непосредственной близости от стадиона Фишс, где будут проходить матчи, запретят в продажу алкоголя. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что при подготовке к турниру учтут опыт проведения крупных спортивных мероприятий на Кубани, в том числе Кубка Конфедерации. Цитирую. Конец цитаты. Кроме этого, со всеми сотрудниками отелей и гостиниц, где будут жить, болельщики проведут инструктажи по антитеррористической безопасности. В селе Тенгинка заканчивают строительство образовательного комплекса, которому позавидуют даже в крупных городах, как идут последние приготовления. Перед открытием посмотрел губернатор края. Вениамин Кондратьев накануне приехал в Туапсинский район. Он побывал в нескольких поселках и пообщался с местными жителями. Все подробности в нашем следующем материале. Новый образовательный комплекс. Самое яркое и заметное здание в селе Тенгинка. На одной территории сразу расположились школа и детский сад. Современными они выглядят не только снаружи. Внутри новое оборудование и продуманная планировка. Есть два спортивных зала и даже стоматологический кабинет. Стройка, которая длится три года, почти завершена. До ума осталось довести детали. Школа рассчитана на 400 учащихся, рассказывает Вениамину Кондратьеву. Сельский образовательный центр – первое место, которое губернатор посетил в Туапсинском районе. В селе Вашем появилась такая школа. Знаете, это и радостно, и грустно. Потому что мы удивляемся тому, что на самом деле должно быть и уже перестать вызывать удивление. Мы сегодня максимально переформатируем бюджет в сторону именно строительства школ. Я еще раз подчеркну. Потому что мы хотим быть уверенными в том, что завтра у Кубани будет на самом деле великое. Поэтому, конечно, школы должны перестать удивлять. Они должны быть системной нашей работой. Конечно, появляться в каждом микрорайоне, в каждой станице, в каждом селе. Учиться в школе и ходить в садик смогут не только дети из Тенгинки, но и из соседних поселений. Проект изначально продумывали так, чтобы в новом комплексе разместилось как можно больше ребят. Этот образовательный центр ничуть не уступает школам в крупных городах. Здесь футбольное поле с естественным покрытием. Подрядчику уже указано, что необходимо убрать камни, где-то пересеять газон, почистить. Деньги немалые. И для села, конечно, они огромные. Но это будущее. Это будущее и села, и сел. В целом мы по краю сегодня максимально запустили строительство школ и детских садов. Потому что если мы хотим, чтобы у нас с вами было будущее, то на это мы не можем экономить. Во время визита в Туапсинский район Вениамин Кондратьев посетил и сельскохозяйственные предприятия. Яблоки, персики и сливы, которые выращивают в совхозе Новомихайловске, вполне можно поставлять в местные школы и детские сады. А такой товар, как яблочные чипсы, здесь их начали выпускать совсем недавно, может занять полки магазинов не только на Кубани. Поставки уже отладили в Москву и Санкт-Петербург. А в чем секрет-то все-таки? В секрет натуральности. Яблоко сушится, единственное, довели до степени хруста. Фишка сегодня бионаправления в питании, конечно, экологически чистый продукт. Сегодня они смогли воспользоваться своим преимуществом, территориальным нахождением, потому что эти сады находятся в Туапсинском районе, у побережья Черного моря, в экологически чистой зоне. И на самом деле это их сегодня конкурентное преимущество. Вот здесь то, что мы производим на Кубани, поверьте, это и есть то самое конкурентное преимущество, которым нужно пользоваться. Конкурентное преимущество района и в его географическом расположении. Морской порт в Туапсе – хорошая возможность для промышленного рывка. И вроде бы сам район по социально-экономическому развитию занимает второе место в крае, но вот работа по привлечению инвестиций оставляет желать лучшего. На сегодняшний день в единой базе инвестпроектов – инвестбокс. По Туапсинскому району нет ни одного инвестиционного предложения по промышленности. И понятно, здесь есть нам вместе над чем поработать. Тот же порт – это один из главных морских южных ворот не только края, но и России. И поэтому промпредприятия района имеют хорошую, прекрасную логистическую возможность. В этом году принято решение губернаторам края о создании в крае регионального фонда развития промышленности. Он будет в будущем году уже функционировать, существовать. Порядка 500 миллионов будет его капитализация. Поэтому, конечно же, все условия для того, чтобы здесь развивать промышленность, есть. Но пока местные чиновники думают, как развивать промышленность, жители на встрече с губернатором интересуются, когда к ним в дома подведут газ. Это одна из самых актуальных проблем для Туапсинского района. Чтобы обеспечить бесперебойную подачу тепла в поселке Новомихайловском, здесь запустили новую газовую котельную. Старая мазутная работала уже из последних сил. Глобальной все-таки проблемой, на мой взгляд, в районе остается газификация. То есть сегодня она у вас на уровне 20%. Понятно, что разбросанные поселки по гористой местности. Понятно, что сложно туда газ привезти. Все понятно. Но просто останавливаться на месте не стоит. Все равно мы должны прирастать. Прирастать газификации. Да, надо считать. Все выставляют огромные суммы за то, что сложно довести газ до отдельных поселков или в целом, допустим, проводить газ в таком ландшафте, как Туапсинский район. Но вопрос решать нужно. Анатолий Владимирович, у вас, конечно, большой управленческий опыт. И вы знакомы со спецификой района. Я надеюсь, что на многие проблемы, даже не взирая в том, что в этом районе работали, вы сможете посмотреть свежим взглядом, уже с точки зрения ответственности. Остро стоит проблема и с очистными сооружениями. Они почти полностью изношены, что недопустимо, особенно для курортного района. Вопрос этот старый, но его решение, уверен Вениамин Кондратьев, под силу новому исполняющему обязанности главе района. Вениамин Кондратьев попросил Анатолия Русина продумать схему поэтапного обновления инфраструктуры. Александр Иванченко, Едина Касабова, Денис Москаленко, Алексей Комаров, Кубань-24, Туапсинский район. Маленькие квитанции на капремонт дома получают, наверное, все сочинцы. Кто-то платит, кто-то нет. Те, кто исправно вносит свою долю на счет дома, уже внесены в список ожидающих капремонта. Причем, что именно ремонтировать, выбирают сами жильцы. А как поставлена эта работа в целом, по краю, обсудили на профильном совещании в Сочи. Межрегиональная конференция прошла под эгидой Краевого министерства топливно-энергетического комплекса и Краевого департамента строительства. В зале представители региональных операторов, то есть организации, которые накапливают средства на счетах многоквартирных домов и потом направляют их на ремонт. К концу года жители края стали активнее вносить платежи, поэтому размеры ремонта пришлось пересмотреть в большую сторону. В 714 домах будет проведен ремонт крыши. В 168 домах проведут замену лифтового оборудования. На общее количество 386 лифтов. В 163 домах обновят фасад. Также еще в 8 десятках домов обновят инженерно-технические сети. Больше всего зданий будет отремонтировано в Краснодаре. На втором месте – Сочи. В график на следующий год на курорте уже внесено 80 домов. К новостям вернемся после прогноза погоды и короткой рекламы. Не переключайтесь. 28 октября в Сочи переменная облачность. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 13. Днем 20-22 градуса выше нуля. Спонсор прогноза погоды – магазин «Дамский каприз». Здесь представлены лучшие образцы французской одежды. Мода Парижа в Сочи. Так называемого проблемного жилья в Сочи стало меньше. Многоквартирные дома, комнаты в которых продаются еще на стадии котлованно без разрешения на строительство. В последние годы стали настоящей головной болью для администрации города. Тем не менее, удалось наладить взаимодействие всех служб. И первые результаты уже есть. Межведомственное совещание прошло в администрацию курорта. В нем приняли участие представители мэрии, прокуратуры, госстроенадзора, муниципального земельного контроля, служб судебных приставов и участковых уполномоченных, судей, а также риэлторы. Последние представили статистику. Цены на жилье в Сочи выросли на 16%. Для сравнения, в Москве и Санкт-Петербурге такой рост не замечен. Интерес потенциальных покупателей стимулирует. Из-за строщиков только одни ведут дело по закону, другие начинают строить без проектов и разрешений. Пока идут суды, такие предприниматели продолжают строить и продавать. Администрация города в меру своих полномочий противодействует этому. С помощью общественности, с помощью казачества на первоначальном этапе при обнаружении объектов самовольного строительства сдерживаем их, отключаем от коммуникаций, накладываем обеспечительные меры и делаем все для того, чтобы такие объекты не были реализованы. Для сравнения, в 2015 году незаконных объектов было 134, в прошлом году уже 68, в этом на контроле 30. Один из главных вопросов – проверка экспертных бюро, ведь именно на заключении экспертов основывается принятие судебного решения. Также мэрия вышла в законодательное собрание края с инициативой поднять административные штрафы. Сегодня для физлиц это 5 тысяч и 200 тысяч для юридического. Если взять во внимание суммы, которые крутятся на рынке недвижимости Сочи, это несущественно. Много вопросов и к риэлторам. Сегодня в Сочи около 200 агентств и 5 тысяч риэлторов. Прокуратура завалена жалобами от покупателей. И хотя законодательством предусмотрена ответственность продавца жилья в самоволках, многие посредники об этом просто не знают или не хотят знать. В помощь покупателям так называемый черный список самоволок опубликован на сайте администрации и регулярно обновляется. Мониторинг ведется постоянно. Рейсовые автобусы вышли на трассу Сочи-автодрома. Водители пассажирских «Хёндаев» «Мазовый газ» соревновались за звание лучшего водителя года. Конкурс, приуроченный ко дню работников автомобильного транспорта, прошел на курорте во второй раз и собрал водителей из 19 муниципальных образований Краснодарского края. Подробности у Татьяны Говорковой. Тишина в зале и полное сосредоточение. 70 водителей из разных городов Краснодарского края сдают тест на знание правил дорожного движения. Это первый этап соревнования, после которого можно получить допуск на практическую часть и выйти на гоночную трассу. Покататься на трассе, где проходят королевские гонки – мечта многих автомобилистов. Правда, подрифтовать и превысить скорость больше 50 км в час никому не удалось. Задания слишком маневренные. Первыми на трассу автодрома вышли МАЗы и Хюндай. В прошлом году сочинец Мхитар Малхосян чуть не вырвал победу. Одна ошибка на змейке и водителем года он не стал. Хотя преимущества у сочинцев в такой манере езды есть. Мы уже прыгаем в сочинце, у нас симпантины какие. Нормально ездим, все хорошо. Какое самое страшное для вас задание? Какое считаете? Правила сдавать, дорожное движение. Ну, сдали? Я думаю, да. Но, как оказалось на деле, тесты по ПДД не самое страшное. Я даже на таком автобусе не работаю. Я работаю на ПАЗ-32054. Времени на знакомство с управлением МАЗы, с автоматической коробкой передач у Дмитрия Бирюкова, как, впрочем, и других участников соревнования, не было. Разобрался, где педали, где кнопка открывания дверей и вперед. На выполнение задания без эмоций тут никак. Да ё-моё! Мастерство и профессионализм вождения водители среднего класса автобусов показывают во время эстафеты. Их задача – в максимально короткие сроки пройти 4 остановочных пункта. При этом качество езды должно быть комфортным. Пройти на скорости препятствия на таких многотонных машинах, и тем более далеко не новых, очень сложно. Аварий во время соревнований не случилось. Но одно лобовое стекло и зеркало бокового вида разбились. Это и мотивация того, чтобы наши водители ездили безаварийно, чтобы они уделяли больше внимания транспортной безопасности, качеству обслуживания, комфортности. И, соответственно, вот здесь, сегодня, на этой площадке, не только проходит соревнование, сегодня ещё и показаны новые модели автобуса. Как отметили представители дорожно-транспортного хозяйства «Край», обновление подвижного состава периодически проходит во всех автопарках. Но главное, что за последние два года изменилось поведение водителей. Они стали вежливыми и аккуратными. Эти характеристики сегодня были показаны на одном из конкурсов. Новшество этого конкурса в этом году – это новый класс, это автобусы большой вместимости, так называемые автобусы междугородние. Будет конкурс с багажом. То есть надо будет правильно погрузить багаж, правильно его отдать. В этом отношении нужна внимательность водителя, чтобы он отдал тот чемодан, ту коробку, которая принадлежит тому или иному собственнику. За ходом соревнований наблюдали зрители и профессиональное жюри. Сотрудники Сочи-автодрома победителям достались цены, призы и кубки, которые вновь разыграют в следующем году. О сроках строительства социальных объектов сегодня говорили в ходе протокольной встречи глава Сочи Анатолий Пахомов и его заместитель Иван Бомбергер. Сегодня в разных частях города одновременно строится сразу три образовательных учреждения. Это, прежде всего, школа, которая строится в Веселом, на 400 мест, и школа, которая строится у нас в Совет Кваджи, и, конечно, детский сад в Лао. Это основные те школы, которые должны досвоить те все деньги, которые у нас выделены на строительство. Начнем с детского садика Лао. Объект готов на 95%. Сегодня ведется благоустройство внутренней уже, скажем так, штрихи. И заводится оборудование, ведется расстановка, расключение. Тепло подключено. В воду подключили, канализацию к объекту подключили. Рисков по вводу в эксплуатацию никаких. В конце ноября на объект уже зайдет Ростехнадзор, а в новом году – дети. Отклонений от графика нет и в школе номер 100. В декабре туда завезут закупленное оборудование. В январе школьники сядут за парты. Все в порядке и со школой на 400 мест в Совет Кваджи. Первый звонок для учащихся там прозвенит 1 сентября 2018 года. Ну и последний вопрос, который меня интересует, это, конечно, перспективы 2018 года, опять же, по социальным объектам. Значит, у нас идет на утверждение школа 82-я, это в Дагомысе 15-я школа. Это по центральному району. И это планируется к началу строительства уже в 2018 году. Также у нас подана заявка по 11-й школе на Чекменево. В каком году, в 2018 или 2019 начнется строительство школы на Мамайке, проект сейчас на утверждении в правительстве, станет ясно уже в декабре. Ну а проект строительства блока для начальных классов на 400 мест на территории лицея 23, где сейчас находится недостроенное здание больницы, сейчас проходит экспертизу. Сегодня в администрации города состояло сразу два совещания с руководителями торговых и сетевых предприятий общественного питания. Провел их заместитель главы города Сергей Юрченко. А теперь он курирует отрасль торговли, где есть вопросы, требующие незамедлительного решения. Городской хлеб из муки первого сорта – один из социально значимых продуктов питания, торговая наценка на которой не должна превышать 10%. Но, как показал мониторинг, проведенный в Центральном районе городским управлением торговли, только в магазинах одной сети соблюдается распоряжение губернатора о стабилизации цен. В других магазинах, в других сетях хлеб не реализовывался. Вы забыли, наверное, то, что распоряжение губернатора необходимо выполнять? Или вы решили противопоставить себя? Социальная нагрузка, она всегда была, есть и будет, и никуда мы от нее не денемся. Если нам говорят, что нужен хлеб с минимальной наценкой, то он нужен. Я надеюсь, что все поняли, задача понятна. Еще раз промониторим ситуацию в ближайшую неделю. Еще одно требование к магазинам торговли. В рамках программы «Кубань. Качество» вся продукция краевых производителей должна быть в магазинах выделена специальным знаком качества. Срок на выполнение таких отличительных ценников дан до 19 ноября. Кроме того, в соответствии с федеральным законом предприятия торговли и общественного питания, реализующие молочные продукты, яйцо птицы, мясную, рыбную продукцию, мед, должны получать теперь сопроводительные документы на товар в электронной форме. Таким образом создается единая информационная среда, в результате которой легко проверить, откуда привезены продукты. Для этого нужно зарегистрироваться в системе Россельхознадзора «Меркурий». В декабре 2016 года вступил в силу 589-й приказ Минсельхоза, на основании которого по всей Российской Федерации на подконтрольные госветнадзору грузы выдаются ветеринарные сопроводительные документы как в электронном виде, так и на бумажном носителе. А вот с 1 января 2018 года вступают в силу положения 243-го федерального закона о переходе на ветеринарную сертификацию только в электронном виде. Отсутствие документов в электронном виде является административным правонарушением. В таких случаях штраф на должностное лицо составит до 40 тысяч рублей, на юридическое – до 500. Говорили сегодня и о приятном. Приближается день города, и все объекты торговли, согласно общей городской концепции, будут украшены перетяжками, баннерами со слоганом «Сочи супер». Поговорили уже и о подготовке к Новому году. Здесь другое направление и новая тема. Новый год у моря в Сочи. Курорт и ко дню города, и к новогодним праздникам должен застверкать совсем другими красками по задумке дизайнеров городской среды. Елена Апсекцина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Сочинские школьники получили титул ООН «Ангелы-хранители Черного моря». Такого высокого звания они удостоились благодаря участию в экологической игре «Black Sea Safe Book», переводя на русский «Черноморская книга спасения». Это часть международного проекта «Эмблас», приуроченного ко дню Черного моря. В чем его суть, расскажем в нашем следующем сюжете. Место встречи – эколого-биологический центр. Именно это учреждение доп. образования в прошлом году стало первым сочинским партнером международного проекта «Эмблас». Его основная задача – проведение мониторинговых исследований экологического состояния Черного моря и вовлечение в эту важную работу молодежи. Это проект, который финансирован Евросоюзом и ООН. И в этом проекте сотрудничает Россия с Украиной и Грузией. И главная цель этого проекта – это улучшить мониторинг Черного моря. Ну а чтобы узнать о море еще больше, сочинские школьники приняли участие в познавательном квесте. Территория эколого-биологического центра превратилась в Причерноморье. Юные исследователи искали подсказки и отвечали на вопросы по истории и экологии моря. В итоге каждый участник получил подарок от компании «Эмблас». Отметили самых активных игроков мобильного приложения «Блэк Си Сейвбук» – Черноморской книги спасения. С его помощью дети, находясь у Черного моря, собирали информацию о его обитателях, в том числе о редких видах моллюсков и водорослей. Эти данные ученые соберут в общую базу и сформируют единую карту экологического состояния моря, а затем и комплекс мер по ликвидации последствий загрязнений. Мы находимся на территории Черного моря, и, конечно, мы заинтересованы в его изучении. Чтобы стать победителем этой игры, нужно достаточно много изучать территорию этого Черного моря, а именно берег Черного моря. Нужно знать, чем отличается одна водоросль от другой. Нужно знать название рыб. Те, кто принимал самое активное участие в экологической игре, получили не только дипломы и подарки. Главное – титул ООН – ангел-хранитель Черного моря. И это не просто звание, а большой вклад в сохранение уникальной природы целого региона. Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». И сейчас стали известны итоги конкурса «Лучший водитель года». В классе больших автобусов лучшим стал Роман Патрихалко из Лобинского района. В среднем классе отличился краснодарец Дмитрий Бирюков. И в завершении выпуска информации от наших партнеров. Стоматологическая клиника «Валиденталь» проводит акцию от производителя «Брекет-системы» «Усправление прикуса» у детей и взрослых. Школьникам скидка 30%. Чайковского 3. Телефон 254-5707. Ну а все новости уже на нашем сайте. В студии была Энга Габешия. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Благодарим за создание имиджа ведущих «Бьюти-рум Далс» под руководством ее основателя Дарьи Далс. Профессиональный макияж, все современные техники окрашивания, услуги косметолога. «Бьюти-рум Дарьи Далс» – это команда профессионалов. Когда появилась зубная боль или проблема с жеванием, вам поможет клиника «Валеденталь». Комплексная диагностика и лечение современными методами. Телефон 254-5707.